Вы слушаете канал GH.club, кто управляет нами. В человеческом организме живут миллионы микроорганизмов. Без одних мы вообще не можем существовать. Другие, напротив, опасны для нашего здоровья. Но есть особенный микроб. Он спит в нас годами, но если проснется, то может захватить над нами власть. Речь идет об одноклеточном микробе таксоплазма гондии. Известен он уже более ста лет, но пристальное внимание ученых привлек после того, как выяснилось, что мыши, зараженные им, перестают бояться котов. Более того, опыты показали, что грызуны чуть ли не бегут на запах кошек и стремятся обитать в местах проживания своих, казалось бы, извечных врагов. Зачем? Ответ может шокировать. Исследуя данный паразитический микроб, ученые выяснили, что он во всех зараженных им организмах размножается делением. Исключение составляет только семейство кошачьих, внутри которых таксоплазмы размножаются половым путем. Оказалось, чтобы попасть в вожделенный организм кошки, микробы меняют поведение зараженных мышей. Они буквально заставляют их «любить» кошек. Более того, опытами подтверждено, что зараженные грызуны испытывают сексуальное наслаждение от запаха кошачьей мочи. Не потому ли кошки так часто метят свою территорию, чтобы держать кормовую базу поближе к дому? Сам механизм воздействия микроба на мышей пока не разгадан. Есть предположение, что все происходит на генном уровне. Но точно удалось установить, что изменения в психике инфицированных паразитом особей необратимы. «При чем тут люди?» «При чем тут люди?» Да при том, что когда ученые углубились в эту тему, они обнаружили подобную зависимость от кошек и у людей. Вдумайтесь в факты, лежащие на поверхности. Ведь ушли времена, когда кошек держали для того, чтобы они спасали жилища от грызунов. Так почему же современные кошки живут в домах на полном довольствии, не делая ничего, а только требуя постоянного внимания? Захотела кошка, подставила спинку, и попробуй ее не погладь. А не захотела, так не удержишь ее, она всегда будет делать то, что хочет она сама, а не ее хозяева. Из подволь возникает вопрос, а кто на самом деле хозяин, человек или это четырехлапая хвостатая, которая манипулирует человеком как хочет? И все ли люди подаются этому воздействию? И тут на первый план выходит все тот же микроб. В разных странах им заражены от 30 до 80% людей. И процент этот напрямую зависит от того, насколько в конкретной стране развита кошкомания. В лидерах Бразилия, Франция и Германия. В большинстве случаев человек заражается таксоплазмозом именно от кошек. Казалось бы, ну и что? За исключением редких случаев, когда таксоплазмы вызывают у человека симптомы, схожие с шизофренией. Эти микробы просто присутствуют в организме, и если не провести специальные анализы на их выявление, то никто и не узнает, что заражан. Но затаившиеся микробы все-таки воздействуют на психику человека, что подтвердили исследования чешских ученых, проведенные на 2500 добровольцах, которых был выявлен уже знакомый нам таксоплазмогондии. У большинства зараженных наблюдалась склонность к беспричинной тревоге и невротическому поведению. А что делает человек в таком состоянии? Правильно, гладит кошку. И, как ни странно, это действительно помогает. Только на самом деле странности в этом нет никакой. Именно микроб провоцирует нас на любовь к кошкам, а порой и на физическую зависимость от них. Причина лежит на поверхности. Колониям данного микроба нужно большое поголовье кошек для дальнейшего распространения по всему миру. Отсюда и необъяснимая здравым смыслом любовь большей части человечества к семейству кошачьих. Даже опасные его представители – тигры, львы, леопарды – вызывают у людей умиление, хотя должны провоцировать прежде всего страх. Любовь любовью, но тревогу ученых вызывают все более участившиеся факты появления психических заболеваний, в частности шизофрении и паранойи, после заражения таксоплазмой. Медики обещают создать вакцину, которая в будущем убережет человека от заражения этим паразитарным микробом. И кто знает, будем ли мы также любить кошек? Продолжение истории читайте на сайте jash.club